Всем привет! Я уже удивилась, какой сегодня по счету день нашего супер проекта. Я очень надеюсь, что я вам еще не надоела, потому что каждый день это, конечно, марафон не для слабонервных. Очень здорово, если вы все эти дни проходите со мной, потому что это стоит дорогого за такой короткий промежуток времени увидеть себя в таких ярких разных образах, таких разных амплуа. Это раскрывает нас какие-то потаенные чувства, вы больше не боитесь пробовать, но теперь зато я точно знаю, чего я пробовать никогда не хочу. А это тоже, знаете ли, немаловажно. Сегодня мы с вами попробуем повторить образ прекрасной платиновой блондинки Лары Стоун. Она не могла, конечно, не привлечь к себе внимания и сделала основной акцент на глаза. Правда, она использовала черные цвета в своем макияже, я же сделала его более повседневным, более приглушенным и более подходящий под мой цвет глаз. Я очень надеюсь, что вам понравится это видео и давайте попробуем все это повторить. Ну что, как всегда, начинаем с тонального крема. Сегодня у нашей красавицы опять основной акцент приходится на глаза. В остальном у нее очень нейтральный макияж, пастельного цвета губы, матовый идеальный тон и небольшая коррекция лица. Чтобы добиться такого же результата, мы будем использовать специально предназначенный для этого тональный крем. Называется он Infallible. И начинаем наносить на все лицо. После того, как мы это сделали, нам нужно перекрыть с вами локально какие-то недостатки. Это покраснение, постакное. Все, что нам не удалось замаскировать с помощью тонального крема. Я буду использовать сегодня корректор Alliance Perfect. Наношу его на все покраснения, оставляю немножко подсохнуть. И при растушевке я буду стараться делать основной акцент на зону вокруг покраснения, чтобы оставить больше пигмента в самом центре. Затем, если корректор где-то растушевался не до конца, мы все это немножко перекроем пудрой. Но зато мы получим идеальный тон. Затем нам нужно высветлить зону под глазами. Я для этого хочу сегодня смешать два корректора, консилера. Один из них тот, который мы использовали на лицо, только в более светлом оттенке. А второй это хайлайтер. Называется он Lumimajig. Так мы получим более плотную маскировку темных кругов. Подсветим эту зону, чтобы выровнять какие-то неровности на лице. Если есть какие-то мешки под глазами, например. И я прям на руку наношу корректор и затем смешиваю его со вторым. Делаем мы это опять же для того, чтобы наша зона под глазами была в идеальном состоянии. Так как такой интенсивный макияж глаз подчеркнет абсолютно все недостатки на лице. Теперь переходим к коррекции лица. Я буду использовать для этого матовые монотени, как я это делаю обычно. Они у меня в 106 оттенке. Начинаю выделять скулы. Там я провожу более четкую, интенсивную линию. А вот когда я обрамляю лицо и перехожу к височным зонам, я уже сразу стараюсь наносить наш, скажем так, бронзер более аккуратно. И сразу же растушевывать. Потому что на этой зоне очень велика вероятность, что бронзер будет виден. Затем мы немножко обрамим подбородок и уже переходим к румянам. Нам почти не нужен румянец на лице. Просто проставим пару акцентов. Я для этого буду использовать очень светлые, нежного тона румяна. Они у меня в 105 номере. Наношу я обычно зоны, которые находятся у нас под бровью, на выступающие косточки. Так у меня получается добиться более натурального румянца. А если я наношу так, как советуют визажисты, на всю щечку, вот где у нас само выпирающее яблочко, то у меня получается как-то не очень. Ну что, теперь нам нужно все это закрепить. Я это буду делать с помощью пудры Альянс Перфект. Наносить пудру я буду влажной кистью, а также я немножко смочу лицо водой. Таким образом, наш тональный крем и весь наш макияж лучше усядется на лице и продержится весь день. Нам, естественно, не нужен вариант после дождичка в четверг. Поэтому держите пульверизатор на расстоянии вытянутой руки и пытайтесь как бы попасть в облако этой распыленной воды. Итак, давайте теперь перейдем к бровям. Я буду использовать карандаш Brow Artist. Он у меня в оттенке блон. Как всегда, прорисовываем бровь по направлению роста волосков, то есть у основания снизу вверх, а затем уже как бы ведя карандаш к виску. Так мы делаем внутри, а контур я обычно уже провожу четкой линией. Затем мы прочесываем бровь и повторяем то же самое с другой. Теперь я немножко смочу расческу, которая у нас находится на обратной стороне карандаша. Наберу на нее пудру, встряхиваю и прочесываю бровь. Таким образом мы немножко сгладим контур брови и создадим еще более реалистичный результат. Теперь переходим к макияжу глаз. Первым делом мы будем использовать карандаш Colorish из серии LeCol. И он у меня в 102 оттенке. Мы будем обрамлять контур глаза и оформлять слизистую с помощью этого карандаша. С темными глазами вы меня уже видели и мы уже экспериментировали много. Так как у меня светлые глаза, я хочу попробовать сделать все то же самое, только в плотных коричневых матовых оттенках. И мне показалось, что такой вариант макияжа может быть кому-то будет более интересным. Контур, который у нас образуется на верхнем веке, сейчас не имеет никакого абсолютного значения, потому что мы будем очень сильно растушевывать и накладывать туда еще другие оттенки. Поэтому смело можете проводить кривую линию и не переживать на этот счет. Довожу линию во внутренний уголок глаза. Теперь база для нашего сегодняшнего макияжа готова. Я возьму квадро тени в оттенке Е4. И мы будем использовать матовый коричневый оттенок. И начинаю наносить на все веко. Тени на самом деле очень хорошо пигментированы. Поэтому здесь мы будем сразу стараться рисовать какие-то более-менее четкие линии. Затем мы, конечно, растушуем немножко их. Затем наносим тени на второй глаз. Мы спускаемся ниже и начинаем прорисовывать как бы стрелку этими же тенями под глазом. Теперь нам нужно вытянуть этот оттенок немножко в сторону. И мы как бы продолжаем линию под глазом и доводим ее наверх в стрелочку. Я бы добавила еще немножко интенсивности глазам. Поэтому я буду использовать Super Liner Smoky Simma в коричневом оттенке. И начну прорисовывать как бы такую стрелку. Этим же оттенком я проведу линию вниз по ресничному контуру. Вытягиваем стрелку наверх. И хорошо-хорошо прорабатываем веко этим лайнером. Немножко приподнимем вот здесь уголок, чтобы получить более симметричный макияж. Мне кажется, этому макияжу не хватает немножко золотого перелива. И я возьму тени в оттенке 500. Добавлю этого оттенка в уголки глаз. Правда, потом это все нужно будет растушевать. Ну что, осталось подчеркнуть всю эту красоту с помощью туши для глаз. Я буду использовать туши накладные ресницы крылья бабочки, которая называется Intenza. Я вам про нее уже рассказывала. У нее копьевидная щеточка, за счет которой можно хорошо приподнять уголки глаз. Тушь, кстати, за счет своей силиконовой кисточки отлично еще и разделяет реснички. И они не будут у вас склеенными. Поэтому вы можете спокойно наносить ее в несколько слоев. Но все самое сложное позади. Для того, чтобы получить такой же красивый, немножко выбеленный эффект губ, я буду использовать 631 оттенок Colorish. У помады кремовая тающая текстура. Ее очень легко наносить на губы. Очень комфортно ощущается в течение дня. Вот такая у нас сегодня получилась адаптация макияжа в коричневых оттенках. Надеюсь, вам понравилась эта идея. И понравилось, что я немножко изменила цвета. Темный и боевой раскрас это, конечно, хорошо. Но по красной дорожке мы пока каждый день с вами не ходим. Поэтому, возможно, такой макияж вам больше в жизни пригодится. Я хочу сказать вам огромное спасибо за комментарии. Самую-самую сложную минуту, когда у меня перестает что-то получаться и валится из рук, я заглядываю туда, читаю. Я прошу прощения, что я пока не успела на все комментарии ответить. Но я обязательно это сделаю сразу, как только появятся свободные полчасика. И по традиции, я хочу пожелать всем хорошего дня. Улыбайтесь, светитесь. Пусть каждый ваш день дарит вам что-то яркое, новое и позитивное. И мы с вами прощаемся, но ненадолго. Очень надеюсь, что я вам еще не надоела. Если вам понравилось это видео, то ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали. И пока-пока!